А нет такого, что моменты, из-за которых происходят ссоры, что это как раз и есть та точка, где может возникнуть компромисс? Или это очень индивидуально от конкретной ситуации зависит? Просто существуют ли отношения, которые... Ну, бескомпромиссная любовь, прям вот вообще, чтобы... Да нет, конечно, но мы же... Ну, что в любом случае мы как-то подстраиваемся под другого человека и хотим, чтобы человек под нас тоже в каком-то смысле, наверное, подстроился. Ну, это же работой, всё равно, как бы это банально не звучало. Вы работаете над тем, чтобы учиться быть в отношениях. И компромисс здесь, на самом деле, такое скользкое очень слово, потому что чаще всего мы подразумеваем под компромиссом в отношениях не работу, а скрыть то, что у тебя есть, поспрятать это, не делать это. И тут начинается накопительный эффект, что ты это держишь, 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 потому что тебя попросили партнёру неприятно, но ты это просто не проработал, и потом это выливается. Значит, ну, это просто гиперкомпенсация ебейшая. А как я вот, опять же, в детстве слышал, что водолеи такие. Молчат, 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 потом выливают на тебя. То есть может получиться такая же штука, как с диетой, где ты себя ограничиваешь, ограничиваешь, а потом хуяк плюс 10 килограмм за недельку. Я просто обожрался. Я просто обожрался.